Мы переходим к диванам. Да, у нас сейчас завершающая часть марлезонского балета. У нас не совсем диваны, а у нас кресла. Стулья. Сережа, давай я стул, а ты презентацию, если... Так, давайте, располагайтесь. Коллеги, кто участники, пожалуйста, выходите, не стесняйтесь. Прошу всех выключить диктофоны. Запись нам. Мы никому ее не дадим, не предоставим. Приветик. Располагайтесь. Я рад вас всех видеть. Здравствуйте. Сколько у нас человек? Четверо же. Где все? Коллеги. Давайте, давайте. А что? Сейчас Михаил разрулит ситуацию. Мы решимся. Располагайтесь, располагайтесь. Да. Дмитрий, Максимов. Неужели? Он здесь же был, ты его видел? Нет? Так, нет, не видел. Окей. Мы тогда все равно стартуем. У нас есть... Ивана Шума предлагают, если нет у нас участника. Замена в составе тренерского. Давайте заменим. Найдем? Сейчас найдем. Окей, давайте найдем. Давайте пока немножко будет происходить переключение. Можно я вводную небольшую... А, ну давайте. Представь участников, а я потом начну их мучить. У нас сегодня эксперты на диване, и мы решили помучить директоров компаний. Ну давай, раз ты начал про тему. А, ну хорошо. Я расскажу вообще, почему вообще появилась такая идея. Вы знаете, есть старая история. Вот не о чем поговорить. То есть директорам есть всегда о чем поговорить. Вот они сядут там друг с другом такой. Слушай, а как у тебя? А у меня вот так. А у тебя? А у меня вот так. И они могут сидеть там целый вечер, рассказывать друг другу. Говорят, а ты как обналиваешь? И он ему там расскажет, как он обналивает, там еще что-нибудь делает. Это же вообще офигенно интересно. Поэтому записи не будет. Они нам все расскажут, все, что вы можете узнать. Ну давайте вот обналивать мы уберем вопрос. Вырежем его из записи. А все остальные будем прям вопросы спрашивать. Поэтому, ребят, мы вас будем спрашивать очень простые вещи, иногда совсем человеческие. А вы будете нам просто по-человечески отвечать. А иногда будем спрашивать, ну, нечеловеческие, серьезные вещи. И будем мучить вас. А вот у меня и микрофон решил умереть, да? А у тебя два микрофона. Не знаю, какой из них сейчас работает. Но этот не работает, да? Работает? Странно. А, да, отлично. Итак, представляй коллег. Давайте, друзья. У нас с небольшими корректировками. Мы начнем с Ирины. Ну, прям по порядку, да. Компания Artwe. Кто-то уже знает по Artwe, кто-то знает по Web.com. Я думаю, что в отрасли уже привыкла к ребрендингу. Мы вынесли буквально два критерия, не критерия, а показателя директорства и срока жизни компании. 14 лет существует компания, на текущий момент 30 человек, начиналось все, конечно, меньше. Мы говорим конечные цифры. Так, а у нас прям по порядку и получилось. Никита Михеенков, Нимакс, 15 лет и в текущий момент 45. Никита, я правильно запомнил? А то у меня здесь привычка, если я прям сразу, то могу чуть попутать цифры. Чуть-чуть дальше вот не пришел у нас Дмитрий. Извини, Вань. Я все расскажу про него. Ты все расскажи про него? Ты все расскажи про себя. Максим, компания MC Art, 15 лет. Как-то мы подобрались по возрасту. Прям 14-15, скучно очень, не специально получилось. И 28 человек. Ну и Иван, компания SoftBalance. Вань, скажи, сколько и сколько? Мы на делу 4 года на данный момент с хвостиком, мы вводили 10 человек. Да. Но вот это маленькое интро. То есть у нас фактически на диванах все руководители. Или руководители и собственники. И те собственники, которые не вышли из бизнеса. Мы их потом спросим, хотели ли они этого. Пока забегая вперед, наверное, не будем. В принципе, я думаю, что мы выключим… Пошли к вопросам? Да, пошли к вопросам и выключим, чтобы не светило в глаз кому-нибудь. И подойдем к вопросам непосредственно. Юр, давай я тебя спрошу. Тебя это все не достало? Вот расскажи. Слушай, интересно. Я тебе вчера задала вопрос, к чему готовиться. Ты, как всегда, не ответил, а я подумала, не доставлю меня это. Так что, в принципе, по теме. Что-то микрофон или я не туда. Громче говори. Громче. Так вот, я как раз подумала на эту тему и поняла, что доставало меня за 14 лет раз 5. Кто, я? Да не ты, а сама работа. Да, да, да. Мы же про работу, не про тебя. Именно. Все, хорошо. Ну вот, так вот раз 5 меня доставала эта работа. И как бы на самом деле состояние кошмарное, потому что если ты как бы можешь уволиться, здесь ты как-то сам себя, ну, можно, конечно, уволить, но не совсем. Как-то глупо, ты зачем-то это все начинал, много сил потратил. Вот. И дальше что происходит? Дальше ты начинаешь искать себе или новые развлечения в рамках компании. Нет, подожди. Ты себя обвиняешь. Что такое достало? Вот что ты чувствуешь в этот момент? Ну, когда, ну, это называется перегорел другим языком. Ну, устал заниматься тем, чем ты занимаешься. Или всех посылаешь? Нет. Или что это? Как можно по тебе угадать, что тебя достало? Ну, не знаю. Ну, я не улыбаюсь. Это много. Лежишь с грустненьким лицом. Не хочу на работу. Да, я не хочу на работу. Я не хочу ничего этого делать. Так как я уже знаю, первый раз мне было очень страшно. Я думаю, что это все конец. Но потом я справлялась что-то долго, месяца три. Сейчас, когда это наступает, я справляюсь уже за две недели. То есть я уже понимаю, какая идет симптоматика и что с этим нужно делать. Ну, вот, кстати, объясню. Давайте сразу, да. Как? Мы сейчас всех помучаем. Потом как ты выходишь из этой... Да. Что это для тебя такое? То есть вот какой симптом, ты прям чувствуешь, что оно гибнешь или что? Ну, я как бы... Я пришла в эту деятельность 14 лет назад заниматься любимым делом. В какой-то момент это любимое дело, к примеру, в моем случае, это было творчество и дизайн. Я сама по одному из образований дизайнер. И, соответственно, мне было интересно эта отрасль. Потом очень много идет административки, очень много идет уже руководительских вещей. И, соответственно, меняется твоя работа. Меняется твоя работа, и как бы ты уже чуть-чуть за другим... Пришел ты за одним и начал заниматься совсем другим. Вот. Ну, говорю, это очень легко все лечится. Ты просто ищешь в рамках своей компании то, что тебе вообще приносит удовольствие, что тебе приносит радость. А все, что тебе не приносит радость и не приносит удовольствие, по возможности, потому что все руководитель все равно себя скинуть не сможет, ты по возможности это делегируешь. Слушай, ну вот я в такие моменты хочу быть продавцом телевизора в магазине. А ты кем? Я в такие моменты продавцом цветов. А, я угадал тогда. Мы писали ответы, на самом деле. Кем можешь быть и продавцом цветов у меня... Да, конечно. Ну, не продавцом, конечно, но там что-то... И кебанки делать красивые там. Нет, я на самом деле много кем хочу, и понимаешь, именно поэтому я на том месте, на котором я есть. Потому что сегодня я хочу быть этим человеком, завтра я хочу другим, и поэтому, в принципе, прелесть своего бизнеса — это то, что ты можешь отыгрывать очень многие роли, что другим людям не удается проиграть как бы за всю жизнь. То есть ты можешь позаниматься разным в рамках своей компании. Да, но ты сейчас уже говоришь о состоянии преодоления. Окей. Никит, что для тебя вообще? И, во-первых, надоело или нет? Как часто? Ну, похоже на то, что описала... Не работает? Совсем? Нет, не работает. Гарнитура отключилась. Ну, ситуация похожая. Периодически, конечно, несколько сложно становится. Ну, вот Ирина назвала довольно стандартный рецепт. Две недели — это отпуск стандартный. Обычно всё решается за один отпуск. И, на самом деле, в моей ситуации всё немножко... Ну, опять же, я изначально... Я не про отпуск, давай сразу скажу. Я не про отпуск, я про две недели самоанализа. Отпуск, как раз со своим рюкзаком ты и в отпуск пойдёшь. Вот тут здесь не поможет. Ну, вот как раз в моём случае обычно достаточно... То есть ты просто чувствуешь, пора в отпуск, и это значит всё? Ну, я и сам это чувствую. Я обычно про сотрудников чувствую, что пора в отпуск. Обычно люди возвращаются, всё становится хорошо во многих случаях. То есть ты прям отправляешь в отпуск? Подходишь, говоришь, вот тебе отпуск. Да, были случаи, когда мы прям насильно практически ребят отправляли в отпуск и помогали как-то организовать поездку, лишь бы человек какое-то время подумал о том, что происходит. Я предлагаю пока остаться на личной истории. Мы тут все директора, поэтому давайте. У нас такой клуб анонимных директоров. Хорошо. Ну и опять же, я изначально дизайнер, как Ирина. И прошёл путь от дизайнера, арт-директора, ну и далее только в управлении. В какой-то момент проблемы меняются. То есть сначала есть проблема прямого взаимодействия с клиентом, как исполнители, менеджеры, всего в одном лице. Потом роль менеджера, определенные проблемы и трудности с клиентами, потом первые попытки как-то систематизировать компанию и выполнение управленческих ролей, там сложности. Но сейчас основной контакт идёт даже уже не с клиентом и не с линейными сотрудниками, а с руководителями отделов. И, соответственно, все основные трудности последние пары лет, наверное, у меня связаны именно с сотрудниками. То есть и в целом во многом мне иногда кажется, что в последнее время я превратился в такого HR-менеджера, потому что большую часть времени именно занимает работа с тем, чтобы… Всегда не виноват, всегда виноват сотрудники. Нет, это не так. Но, скажем так, я… Что я наделал там? Это я делаю постоянно. Это я делаю постоянно. А по поводу того, что хочется ли там всё забросить, заняться чем-то другим, но тут совсем сложный вопрос, потому что мы неоднократно пробовали стартовать разные проекты в разных областях. По-моему, на одной из вот таких конференций я рассказывал, что у нас были проекты от там всевозможных бюджетных дизайн-студий, продаж там бренд-комплектов. Был оффлайновый проект, маленький детский садик. То есть ты в качестве выхода из тяжёлого психологического состояния ещё больше решил работы на себя набрать? Да, это именно так и закончилось. И в какой-то момент оказалось, что по сочетанию вложенных усилий и результата, ну и просто тупо денег, студийный бизнес, у нас вот три направления реклама, брендинг и веб-разработка, они на самом деле не так плохи. И, в общем-то, мы в итоге вот сейчас мы сосредоточились на том, что у нас есть и развиваем только новые услуги в рамках этих направлений. И вроде бы так правильно… Ни разу машину не купил, чтобы себя порадовать? Ну так вот выбрался из кризиса, пошёл, купил себе. Жёлтый Porsche. В классической схеме. Ну да, но это как бы… А на чём ездишь? Opel, Astra, GTC. Человек. Живой и настоящий так и есть. А разрешите… Ну, у нас есть коллективная мечта с сотрудниками, с несколькими, и, видимо, мы в этом году её реализуем. Мы хотим завести столярную мастерскую и хотим её завести прямо в офисе. Это у тебя есть мечта, а ты с сотрудниками её разделил, и теперь и они хотят завести столярную мастерскую. Нет, на самом деле… Он или уходит от ответа, или он реально манипулирует всей компанией. Как HR HR. На самом деле здесь всё просто. Очень многие люди, которые занимаются, ну, занятые в IT, они хотят что-то делать руками. Это прям эпидемия. Вот все эти истории про айтишников, которые уехали в какую-то область и строят там дома без гвоздей, или, например, там выжигают… Это же про неяза? Роскошную. Я его в Фейсбуке читаю, про него строят дома, это вообще что-то. Это, кстати, тоже самое. И мы реально хотим сделать столярную мастерскую. Мы, вот опять мы. Что это такое? Ну, мы, наши сотрудники. Проходите. Кстати, да, и польза будет. У нас другой профиль, мы хотим делать интерьерные предметы. Никита, мы ещё к твоему мы доберёмся. Что-то тут не так. Можно я включу Дмитрия? Дмитрий Максимов, компания Медиасфера. Очень приятно. Тоже много лет бизнеса, 18, если я правильно помню по памяти. Да. И тоже много сотрудников, 60 в офисе, 40 вне. И это суммарно достаточно большое количество. А мы начали с вопроса вот какого. Было ли за это долгое время желание бросить то, что ты делал и то, что начал делать? И как ты с этим справился? Ну, я по большей части маньяк, я люблю работать очень сильно. Вот поэтому мне это не грозило. Но, в принципе, там были, естественно, такие тяжёлые периоды, когда я думал, мать его, может, действительно надо как-нибудь по-другому всё это делать. Дмитрий, как маньяк, вы сколько раз женаты? Два. Вот. Я вот и чувствую, что обычно те, кто так долго могут работать, обычно теряют по дороге жён. Было дело, было, да. Но, может быть, не только поэтому. Но вы не изменились, так что осторожней со второй. Хорошо, спасибо. Совет хороший. Вот основные сложности, когда реально хотелось прямо выйти, это первое, когда мы получали ISO 9001 и перелопачивали все процессы. То есть мы принципиально не хотели ничего покупать, мы хотели сделать. Вот я там окончил MBA, получился после этого прямо вгрызться. И вот мы, когда лопатили все процессы, самое сложное оказалось не переделать все процессы, там всё прописать, регламентировать, а инерция сотрудников, преодолеть её. А сколько у вас уже было к этому моменту? Ну, где-то 45 примерно. Они не хотели разделять сами эту идею? Они где-то, наверное, очень хотели, но реально человеческое… Ну, до сих пор ещё, у нас вроде очень многие вещи изменили за последние лет 8-10, но реально до сих пор ещё встречаются вещи, когда просто человек, он знает, что так надо, знает, что это положено правильно и всё, но он этого не делает просто потому, что он человек. Чувствуете ли вы ненависть в этот момент? Ну, у меня довольно, да, широкий спектр эмоций. Я, слава богу, отучился подавлять тоже там на гештальтерапию. Я сертифицированный гештальтерапевт, ещё параллельно. Поэтому в этом смысле тоже мне попроще. Ну да, вся гамма эмоций, она присутствует. Это правда. Ну, традиционно уже ко всем вопрос, с кем хочется стать, когда вот прям всё бросить, бросить, чем заняться? Мне вот реально полегче, потому что мы параллельно вот на деньги, которые на медиасфере заработали, мы запустили ещё два проекта, но мы их запустили гораздо больше, живые два. Вот один из них – это официальный дилер Electrolux. Что она не хочет? А, нет, хочет. Рекламу, он вырезает автоматически. Я понял, да, автоматически. Вот по профессиональному оборудованию, ресторанному и праздничному. Тут, ну, слава богу, всё идёт. То есть мы оснащали медиа-центр Олимпиады в Сочи, это хороший объект, большой. Ну, плюс сейчас Ругутнефтегаз делаем там. Ну, то есть, ну, хорошо. Сейчас выходим на Европу, вот поэтому у меня, собственно говоря, разнообразие прилично. То есть успехи это очень сильно поддерживают и позволяют не обращать внимания на усталость, на проблемы по дороге? Вот иногда позволяют себя загонять в такой плотности трафика, потому что вот за август я переделывал четыре логотипа и делал четыре сайта нашим компаниям. Попробуйте, работает? И это… оп. Слышно? Нет. Нет. Значит, не в микрофоне. А тут слышно, тут хорошо. Значит, всё-таки я виноват, да. Прошу прощения. Всё, заканчиваю рекламу. Вот это позволяет действительно работать очень много, очень плодотворно и, слава богу, поддерживает. Ну, ещё один – это детские лагеря «Ювентус» в России. Мы официальные представители. Мы сейчас вот делали, в том году делали в Питере, в этом году Питер-Москва, а в следующем ещё Сочи добавим. Спасибо, Дима, очень любопытно. Иван, давай. Иван. Всё то же самое. Не хотел ли ты бросить? Если хотел, то что с этим делал? И кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Отлично. Ну, наверное, как я уже сказал, там четыре года только студии, и, соответственно, тут вот все динозавры по сравнению с нашей студией, да? Там компания 21 год, ну, кроме девочек. Наверное, там четыре года – это тот самый период, когда начинаешь уже что-то доставать. Встаёшь и от успехов, и от выбора каких-то стратегий, от провалов тоже, которые иногда случаются. Так вот сидишь на совещании, они все бубня, бубня. Да, что-то рассказываешь, что-то происходит, вся рутина, рутина, рутина. Кем ты хочешь быть в этот момент? Я вот к Никите пойду на столярном станке, буду биты делать. Это ты сейчас подгоняешь ответ. Ты нам правду расскажи. Что ты чувствуешь в этот момент? Я хочу быть вот тем животным, которое лежит с грустным лицом. Опять подгоняет ответ. Ну, чаще всего так и получается. И отпуск тут, я согласен, полностью не помогает, то есть надо что-то переосмысливать, надо как-то перезагружать им на голову. Есть рецепт как? Подбухнуть. Передавай микрофон. Ты советуешься или как? Не, вообще чувствуется, что у Ивана еще нет усталости настоящей. Он пытается сымитировать усталость. То есть если бы ты там прямо вот плюхался и уже сидишь, не знаешь, что сделать, ты бы уж точно говорил, да, хочу быть дворником. Это очень красивое чувство. Максим. Да, усталость периодически есть, раз в два-три года. Замечает ее обычно жена, а она меня просто не пускает на работу в этот момент. В этот момент я хочу быть просто разработчиком. Где-то в свитере, в свитере, вот в уголке, чтобы меня никто не трогал. С оленем обедом. Чтобы писать код отсюда и до обеда, да? Да, да, да. Вот не хочу ни HR, ничего, никого, никуда. Вот сесть и писать. А сколько у тебя длится это состояние? Сколько ты не ходишь на работу? Мало. Меня буквально на днях спросил там наш коллега-партнер. Серега, а ты на работу ходишь каждый день? Я говорю, каждый в 10 я там, в 7 я ушел, иногда сильно позже. Да, удивительно. И кем ты хочешь быть? Прости, автомат. Ну расскажи, да, а ты нам разработчикам сказал, что хочешь быть. Вот два-три года, что для тебя, ну вот этот намек, кто виноват вообще в этом? Ну, лично я обычно виню себя тоже. Ну, наверное, может, как и Никита. Ну, и у нас еще такие итерации. Никита, кстати, себя мало очень виню. Мало? Вообще практически. Я больше. Ну, у нас такой получается итерационный. У нас каждые три года какой-то получается, на истечении трех лет у нас такая некая общая усталость, потом появляется некий драйв, мы там вдруг что-то там какого-то большого клиента возьмем, либо что-то там сделаем хорошее. А в этот момент нет ощущения? Слушай, ну мы уже брали большого клиента пять раз. Да, 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 вот теперь у нас мы пытаемся сделать некий самоанализ и выстроить какую-то систематизацию. Вот сейчас мы наблюдаем такое же состояние, думаем, черт, когда же это закончится? Может быть, усталость это как раз то, что ты повторяешь, повторяешь каждый раз, вот ты вот думаешь, сейчас оно по-другому, оно получается так же? Такое пресыщение эмоциональное, это на никаких же действий, нет больше драйва от того же самого. Ну да, наверное, это оно и есть. Но решения я не знаю. На самом деле это довольно частый вопрос, когда общаешься с директорами, они говорят, как мотивацию себе находишь, да? Ну вот мы… Что-что? Упираешься в уголовный кодекс. Люди упираются в уголовный кодекс. То есть прям по грани идут. С одной стороны адвокат, с другой службы безопасности, вот они занимаются таким бизнесом. Андрин Алина согласен, да. Столько лет уже упираются. Ну давайте вот, чтобы с этой темой закончить. Вообще мы не будем про такой депрессняк. Я вообще уверен, что большинство людей, кого мы сейчас спрашиваем, большинство из вас, кратковременно находятся в этом интервале. Мы попадаем в него, и нам нужно выбраться. Вот есть какой-то метод, который у вас работает. Вы его пробовали, он работает. Может быть, вы разработали какую-то методику. Я вот могу сказать, что я разработал простую методику. Отпуск три раза в год. Нет, вы только не подумайте. Я работаю много, но у меня получается, государство же помогает. Я на Новый год 10 дней, на майские недельку, и в августе две недели. Вот у меня получается такой вот отпуск. Мне как-то так сложилось. И я уже, у меня получается осень такая, я там в марафон бежишь, думаешь, ну все, ну все, скоро уже, скоро уже. Не, я не от отпуска до отпуска. Мне все нравится. Но просто ты уже понимаешь, что будет отпуск, ты сможешь нормально отдохнуть. Как вы выбираетесь из этого? Или может быть, ну может выбираетесь, или как вы, не знаю, терапия, как препятствовать возникновению этого состояния? При слове терапии Дима начал улыбаться, я думал, ты сразу про гештальт. При слове терапии ты начал улыбаться, я думал, ты сразу про гештальт начал. Я девушка. Слушайте, ну я на самом деле, мне когда плохо, я сначала высиживаюсь, где-нибудь, чтобы меня никто не видел. Ну вот, то есть мне нужно там 2-3 дня, а потом я наоборот иду к людям. И соответственно, я в своей компании понимаю, что мы работаем не только ради прибыли. В компании есть определенные какие-то ценности, есть определенные люди. К примеру, в нашей компании очень большая ценность это люди, которые работают. То есть у нас в принципе, ну вот как есть сейчас модная тема, обсуждать, а нужны ли звезды в компании и так далее. У нас как бы, ну вот приходят иногда звезды даже, приходят звезды такие одиночки. Мы не берем, хотя сильные ребята, но мы понимаем, что в команду не впишутся. Поэтому есть определенный коллектив, именно ощущение плеча команды. И когда я прихожу, я понимаю, что мы все работаем, чтобы делать что-то классное, хорошее, интересные продукты. Я вижу их глаза. Опять же, не бывает, что, грубо говоря, сгорели все. Ну сгорел там один топ, там руководитель, к примеру, подгорел на время. Но это другие-то еще эмоциональные. Вот там есть, к примеру, Ярослав, который будет вот так улыбаться, и когда мне плохо, да, он будет бодрить. А мы, к примеру, с Лешей Турцевым вот ходим такие, да, и мы друг друга как бы вытягиваем. И вытягивать может только команда. Дальше, если мне как бы вот это, я уже пошла во мне, я уже улыбаюсь, да, я уже платье могу одеть. Я иду к клиенту. Дальше я понимаю вообще, зачем все это происходит, да, и мы как бы вот на человеческом факторе все подпитываем. То есть так тихонечко выжидаешь восстановление, ждешь такого эмоционального восстановления. сначала тихо вообще ничего, а потом люди, 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 люди друг друга вытягиваем. То есть я считаю, только такие способы есть. Вот, я все, наверное. Сколько раз в год отдыхаешь? Я больше. Я знаю, да. Да, но на самом деле Миша даже тоже здесь издевался, он говорит, вы что, загули-то все постоянно, то один в отпуске, то в другом, а на самом деле мы бьемся коротенькими еще отпусками, потому что это не помогает переосмыслить всю свою жизнь, но это помогает немного сменить картинку и быть более свежим. И поэтому я практикую в команде такие отпуска, там, не знаю, там 5 дней, 7 дней человеку ушел, ну, а значит, у топов так точно, да, но вот, потом опять через 3 месяца. Ну, да, я, наверное, много, я не буду говорить сколько. Единственный кейс на рынке, когда я слышал от компании, что я должна была в отпуск поехать, но я отправила тут, в общем, не я поеду, другой поедет. Никит. Ну, у меня ответ будет, наверное, очень похожий, потому что, во-первых, действительно в компании есть не один руководитель, а несколько, то есть это руководители отделов, арт-директора, там, техдиректор, коммерческий директор, и вся вот эта нагрузка, она распределяется. И вот у нас сейчас, к сожалению, больше как раз достается, как раз вот именно этим руководителем, а не мне. И если что-то происходит, то мы обычно стараемся делить все эти неприятности. про метод. Ну, с методом в целом, мне кажется, что вот есть компании, у которых есть продукт, есть компании, у которых есть процесс, у нас есть процесс, мы его постоянно улучшаем, работаем над ним, он бесконечен. В принципе, это нужно понимать с самого начала. Ну, и, конечно же, нужно понимать, что если там, ну, конца нет, значит, нужно держать темп равномерный. Нет, нет, конца нет, если все делать правильно. Телецкий. Да. И таким образом очень важно контролировать нагрузку, потому что действительно люди выгорают. И для меня вот когда-то было большим сюрпризом, что сломать можно там не только руку, ногу, шею, можно сломать голову. Вот. И да, это, конечно, потом выходить из всевозможных состояний такой же клинической усталости сложно. У нас также практикуются короткие отпуска. Например, у меня это сильно большее количество отпусков, чем три. Это может быть в год до 10, 12, 13 отпусков. Вы записываете рецепт. Как? Нормально. 10, 12, 13. Ну, это просто очень короткие поездки. Это обычные поездки, которые используют все вот эти вот подарки государства в виде праздничных дней, все возможные выходные с захватом пятниц, понедельников. И несмотря на такую интенсивность поездок, все равно вот во всей компании у меня максимальное количество неотголенных дней. Сейчас где-то там 45. То есть я могу идти в отпуск на полтора месяца. Я думаю, что бухгалтер боится ему записывать отпуска на те 1-2 дня, когда его нет. Ну, вот эта история, она очень сильно помогает, потому что когда регулярно происходят паузы, перерывы с полным отключением от работы и возможностью подумать, это очень хорошо. И есть такое правило, которое мы в последнее время придерживаемся и сотрудников просим. Ноутбуки с собой не брать в отпуска или вот что-то, на чем можно работать, потому что это обязательно плохо заканчивается. То есть тут ехать… Для ноутбука? Ну, в смысле, если человек берет ноутбук, обязательно возникнет необходимость его использовать. И мы обычно стараемся это не делать. в последний год. Хотя до этого, наоборот, вот руководители просили, что там, дружище, едешь в отпуск, возьми, мало ли что. Сейчас главная проблема – это Wi-Fi в отелях в отпуске. Что они творят? Кто им разрешил? Я не знаю. Я не могу отключиться. Wi-Fi на пляже, и ты сидишь в битрикс-24 со всеми, что-то трешься, и говорят, ты что процессы подписываешь? Старая Nokia. Так, ну ладно. Никит, спасибо большое. Слушай, а вопрос… Кстати, да, да. И что, никто не сидит ни в какой запертой комнате, и прям это… Дим, ну ты-то хоть не подведи. Не там, чтоб тишина, знаешь, там такая нирвана и как-то уединение. Не, я вот только в 40 лет научился действительно отдыхать быстро, вот это буквально месяца два назад. Просто если я чувствую, что загнался, откровенно, раньше я вот загнался и продолжал в этом состоянии работать какое-то время, пока уже не выпадал… Еще больше, наоборот, да-да-да, чтобы добрать. Вот, а сейчас я научился так, что я чувствую, что загнался, я просто говорю, все, пошло все, как бы на это самое, отдохнуть немного, и где-то на полдня, день-два я могу выпасть. Я всем говорю, ребята, я как бы… А это что для тебя, телефон выключил? Да нет, я просто, например, мы берем с женой, едем куда-нибудь там, например, гулять, или там с ребенком все вместе. И ты весь день на телефоне? Я принципиально нет, ничего не делаю, никому ничего не отвечаю. Не, ну, слава богу, как с Никитой похожа ситуация, у нас по большей части все… Всю операционку ведут все-таки руководители отделов. И я там по большей части именно сверху, что тоже какие-то конструкции. Вот, поэтому могу себе позволить на несколько дней выпасть. Вот, с отпусками тоже действительно там… Ну, это не три, побольше бывает, но не сильно больше. Так, чтобы я не научился еще пока каждые выходные там и праздники использовать, чтобы выезжать, к сожалению. Ну, там куда-нибудь там в Эстонию… А намекни жене, она сразу поймет, что это можно, и каждый выходной будут там… Спасибо жене, ей намекать не надо. Все мыслимые возможности и немыслимые тоже она используется очень хорошо, умеет. То есть, ну, ей нам большое спасибо, она умеет и поддержать, и меня вовремя куда-нибудь вытащить. Это очень спасибо. Ну, кстати, да, об этом можно было бы поговорить, но давайте… Ребят, у нас что? Максим. Коллеги, вы не стесняйтесь, задавайте вопросы. У меня там конечный список. Я могу, конечно, их и час мучить, но… У меня рецепта нет, у меня есть жена, она меня вытаскивает, забирает у меня трубку, ноутбук и все. Я понял, следующий круглый стол мы сделаем с их женами и с твоим мужчиной. Ну, извини, да, мы… И представьте, что они расскажут. Вот я думаю, что картина будет совершенно другая. А лучше без нас. Да, да, да. Все секреты, как она на самом деле. А мы поставим такую перегородку с одной стороны. Вы друг друга слышать не будете? А вопросы одинаковые. А если еще и здесь жены все будут? Это будет другая партнерская конференция. Ну, отпуска у меня мало. То есть у меня есть только, наверное, полтора за год получается. Полтора отпуска? Да. Маловато. Ну, полтора, имеется в виду, наверное, три недели. Вот так. Я его делю. Там две недели и неделя. Ну, окей. Так. Будете их спрашивать? Давайте спросим. Две недели. Коротко поделюсь своим опытом. На январские праздники уезжаем минимум на три недели. А микрофончик можно там подключить? Он включен, нет? Включен, да. Раз-два. Да, есть. Минимум на три недели уезжаем отдыхать. И это позволяет перегрузиться. В январь-то еще и зарплату платить надо? Вопрос к коллегам. Поглощали ли вы другие веб-студии? Насколько это было слияние или поглощение? Нет, ну это же другая. Это другой круглый стол. Так, ну давайте что-нибудь личное их спросим. Ну или про бизнес. Ну что, они же, понимаете, как откровенно стали отвечать. Давайте попробуем что-нибудь узнать у них. Здравствуйте. Тут вопрос скорее философский, наверное. Если вот в тот момент, когда вы хотели все бросить, ради чего? Только в расчет не берется другой бизнес. Идея какая-то глобальная. Ради чего? Ради денег? Нет. Я еще раз говорю, бизнес не в счет. Было ли такое? Если было, если да, то ради чего? Выйди из бизнеса вы имеете в виду? Когда хотели все бросить, например, чтобы проехать весь мир. Понимаете? А, ради чего хотели все бросить? Если не от усталости это было, то есть хотели ли вы вдруг бросить свой бизнес ради другой идеи? Ну не бизнес, но не другой бизнес. Ну, у нас сейчас, давайте мы перейдем к серии вопросов. То есть не обязательно всем отвечать. Если у кого есть что так емкое сказать, сформулируйте. Была ли какая-то идея? Бросить? Я понял вопрос вообще по-другому. Было ли у вас желание бросить, но не ради другого бизнеса? Что-нибудь такое, и что вы с этим сделали? У меня не было желания бросить. Я тоже соглашусь с Ирой. У нас может быть очень похожая ситуация у нас у троих. То, что у нас очень сильно отличается атмосфера в компании. Атмосфера отношения к людям, ценности и определенные большие цели. То есть там, я думаю, что все мы трое можем сказать, что, ну не только мы трое, но я говорю, что одни из наиболее ярких, что деньги это не то, ради чего мы работаем по большей части. Это средства, это не цель, это одно из средств достижения. А основное действительно это люди, это большие цели, которые мы ставим перед собой. Это атмосфера и реально кайфово работать. Мне зачастую на работу хочется идти иногда больше, чем с работы домой. И так у нас многим ребятам. И это действительно кайфово. Все не ради денег? Ваня сказал, не знаю, не знаю. Я просто тоже что-то думала, думала и поняла, что вот когда это все началось в 2001 году, это было четко как творчество. Вот тоже интересный такой момент. То есть это творчество, это дизайн, это горящие глаза, это ночевки на столах всех дизайнеров. А потом же все перестраивается и меняется в голове. А потом так интересно, да, мне все начали, мои друзья, которые умные, MBA закончили, да. Ир, ты, говорит, фигней занимаешься. Говорит, это не бизнес. Я говорю, так смотрите, мы делаем такие классные проекты, все так здорово, вон клиенты довольны. Там же бренды прям сразу пошли нормально. Ир, ты занимаешься творчеством. Ну, еще мне говорили слово «ремесло». Так мне задело это слово «ремесло». Я думаю, ну ладно, я докажу. Будем заниматься бизнесом. Ну вот мы занялись бизнесом, и там уже, да, у нас показатели, прибыли и так далее. И вот такой интересный момент. И в какой-то момент главное здесь не загнаться, потому что ты вот как бы, когда ты занялся бизнесом, ты уже, вот что еще накрывает руководители? А где момент этого творчества-то? И вот здесь нужно очень важно найти баланс. Не понятно объясняю? Может, ты вообще… Не, очень понятно. Ну, похоже, ты соревнованием вообще занялась. Каким? Кто тебе это сказал? Неважно. Он ушел из этой отрасли. Мне кажется, как-то что-то кому-то доказывало. Нет, ничего не доказывал. Я на самом деле тебя очень хорошо понимаю. Да, да, нет, на самом деле я ничего не доказывал. Он все правильно мне сказал. На тот момент мне нужно было это сделать. Но просто потом важно уже вот найти гармонию двух вещей. Да, творчество, самореализация. Все-таки ради чего мы приходим? Еще помимо миссии, ценностей и так далее, это саморазвитие, самореализация человека конкретного и всех его других сотрудников. И, соответственно, конечно, зарабатывание денег. Но чтобы оно было в гармонии. Голодными и думать о миссии и ценностях как-то сложно. Да, я хотел немножко все-таки ответить на вопрос по поводу ради чего все бросить. Это вообще немножко странная история. Очень часто можно увидеть где-то в журналах романтические истории о том, как кто-то бросил все, купил яхту, уплыл куда-то там на край света. Но почему-то никогда не бывает истории того, с чем это закончилось. Ну так, изредка появляются какие-то вот там, как с Goodbye Normals. Вы, наверное, слышали ту историю. В общем, мне кажется, что вот есть какая-то база, которая позволяет человеку вести какое-то достойное системное существование без треша. И эту базу нужно охранять, как в компьютерных играх. Помните, нельзя прохлопать базу. И вот ее надо зафиксировать, этот источник, и дальше уже там развлекаться любыми способами. И, ну, то есть вот этот вопрос, ради чего бросить, он, ну, как бы странный. То есть мне кажется, тут тогда уж вопрос, ради чего это сделать профессиональным, системным и управляемым, и зафиксировать, законфиксировать в какой-то форме, уже потом развлекаться. И еще, кстати, даже если люди так делают, опыт показывает, что все равно очень часто возвращаются к руинам после, например, там, кругосветного путешествия. Очень интересный ответ. Нет. Ты будешь отвечать? Я просто хочу вот сказать про деньги и удовольствие. Мне кажется, немножко там лукавством говорить о том, что там мы работаем ради удовольствия. Ну, ради удовольствия можно работать тогда, когда ты несешь ответственность там перед собой и только. И вот у тебя там студия, например, там из двух-трех человек, и у тебя нет семьи, у тебя все там в равных долях в этой студии работают, все вкалывают за удовольствие, получают от этого какой-то драйв, и там копеек хватает на то, чтобы жить, и, опять же, там основная цель – это вот тот самый драйв наращивать. Когда появляются уже те, перед кем-нибудь, с вашей ответственностью, семья, коллеги, коллектив, ты понимаешь, что доход коллектива, ну, там понятно, что с твоим доходом он тоже завязан, все это тесно, то тут уже сложно говорить о том, что деньги там не играют никакой роли. Играют. Окей. Уверен. И что, никто не бегает из вас? Ну, вообще, все бегают. Марафоны. Вот расскажите про ваш спорт и про ваше питание. Кратко, быстро, понятно, там, я не ем вот этого слона. Семь дней. Или я ем все, но я бегаю марафон. Или вообще мне все равно, я лежу, вообще не занимаюсь никакими видами. Кто во что ударит. Для вас вообще-то есть какое-то понятие, ну, экологии питания? Я не смотрю телевизор. То есть вот как вы вообще свою экосистему очищаете? Ну, я не знаю, или заботитесь вы о ней вообще? Ну, пока микрофон у меня, отвечу, что ем все подряд в любых количествах, которые меня интересуют. Вань, сколько тебе лет? Сейчас мы найдем ответ, почему он ест все подряд. Что, сложный вопрос, что ли? Порядка 30 где-то. Порядка 30. Передавай микрофон. Хватит. Да ладно. По части спорта тоже хотел сказать, что классная штука для того, чтобы иногда голову разгружать. У нас есть там в коллективе корпоративная игра в футбол. Ты чем занимаешься? Футболом? Футбол, волейбол. Мне это очень интересно, классно. Сколько раз в неделю? Честно? Если честно, то нисколько вот последнее время где-то. Последние полгода нисколько. Хорошо, спасибо. Коллеги. Да, я вот, ну, вообще про состояние, про сохранение какого-то вменяемого состояния, мне кажется, для вот, в нашей области самое главное все-таки режим рабочий. Ну, то есть, если, я думаю, что у всех постоянно бывают такие ситуации, когда 11 часов на работе, 12 часов на работе, вот между теми многочисленными отпусками. И вот по моим наблюдениям, вот реально больше всего влияет вот это. Если спать 9 часов каждый день и, ну, проводить… А ты можешь спать так долго? Да. Я так ему завидую. И если, ну, просто не проводить все время на работе, то на самом деле все остальные проблемы, они вторичны. С едой, ну, вот, да, я в какой-то момент в офисе обнаружил, как-то вечером я почему-то, ну, проходил мимо мусорного ведра, я заглянул туда и обнаружил, что там фантики от всех возможных, там, сникерсов, ну, в общем, плохой еды. И я после этого долго экспериментировал с едой, ну, никакого результата. Сотрудниками опять? Нет. Вместе, все вместе не ели. Кстати, интересно, что у нас среди сотрудников очень много вегетарианцев, и это никак не влияет на результаты. Ну, то есть люди пробуют. А все эксперименты с директами… И что, никто не твитит этого, да? И другой дискриминации тоже нет. Ну, на самом деле серьезно. Когда люди устают на работе, они начинают экспериментировать всякие странные практики, вот, вместо того, чтобы просто начать следить за графиком дня. И почему-то часто начинают с питания. Нет, кстати, сон — это очень существенно. Да, а про спорт у нас есть вот несколько таких… Ну, в общем, я чуть-чуть бегаю, катаюсь на велосипеде, но самое главное — сноуборд. Много катаюсь на сноуборде и постоянно пытаюсь поставить на него сотрудников. Не всегда. У нас корп-мероприятия проходят, мы ездим кататься, и я, ребят, пытаюсь тренировать. Я прям представляю, типичный сотрудник его компании. Он с турбанком, он на сноуборде, и он викторианец. Никита сразу честно сказал, что он сейчас HR, и ощущает себя как HR. И, в общем, все четко, да. А катаюсь я на, знаете, такие доски гоночные для рейсный борт. Ну, в общем, очень часто сотрудников приходится после этого возить в травмы уже три раза. Три раза у нас была такая ситуация, и интересно, что мой компаньон, Нимакс, это Никита и Максим. Я Никита, есть еще Максим. Максим тоже катается, но на горных лыжах, и вот Максим познакомился со своей супругой, которая была на тот момент менеджером проекта в компании, после того, как мы ставили ее на лыжи, и ее пришлось вести в травму в конце. Так что, в общем-то, корпоративные виды спорта — это очень хорошая штука. Спасибо. Спасибо, я согласен. Еще кто-нибудь прокомментирует? Ну, по поводу спорта, я в спорте. Да что такое? Я на него хорошо влияю, наверное. И футбол, и волейбол, и пироги. Поэтому, в общем, нормально. Но я сейчас сижу, мучительно втягиваю живот, и думаю, видно это, не видно, видно, да, сбоку, нет? Удивительно. Ем все подряд, но единственное, что там жена каким-то образом умудрилась все время свинину поменять на курицу, незаметно, я не знаю, как это возможно. В общем, свинины практически я не вижу, только там на даче, когда теща жарит. А так, по сути, ем все. Ну, в волейбол, в баскетбол, в баскетбол я давно не играю, в футбол, в волейбол, мы в специи турнир один выиграли, второе-второе место заняли, то есть у нас ребята тоже активно занимаются волейболом. А ты регулярно сам это или просто все любишь? Ну, я какие-то травмы профессиональные получил за это время, поэтому в футбол я уже не играю, у меня двойной там разрыв в одном и том же месте. Прозвучало как-то не очень. Не уточняй, не уточняй, давай дальше. Хорошо, лучше не будет. Волейбол? Волейбол с удовольствием, да. Собираемся играем. То есть регулярно с удовольствием? Ну что, может отойдем от личной темы? Мне кажется, нужно обратно. В общем, люди, обычные люди. Ну давай что-нибудь. Что вообще? У меня есть человек, сотрудник. А, у вас есть. Давайте, отлично. Давайте, давайте вопрос. Всем привет. Я надеюсь, по теме круглого стола. Чуть ближе микрофон. Или рядом с этим. Ребята, вот смотрите, вы изначально начинали с каким-то спектром услуг, какой-то деятельности. Например, сайты создавали. И в какой-то момент времени вышли к пониманию, что нужно начинать что-то новое. Там брендинг, реклама, еще что-то. Вот прежде всего это моральное сознание, потому что нет компетенции, нет людей. Как вы на это выходили, как решали эти задачи, вот если можно. Потому что большинство из вас не одно направление. Услуг? Была вообще такая проблема? Это моральная проблема? Почему это моральная проблема? Можно я попробую ответить на этот вопрос? На самом деле все три направления. Брендинг, веб-разработка, интернет-наркетинг. Это все старые традиционные услуги, старые рынки. То есть здесь не нужно особых никаких усилий, чтобы сделать такую историю. Просто специалистов очень много на рынке. Нет ничего инновационного в этом уже несколько, не знаю, лет пять. Так что вот как-то так. Если я правильно поняла вопрос, то есть у нас, короче, в нашей компании было так. Появлялся клиент, у нас очень сильный толчок давали клиенты. Клиенты приходили с большим полом задач. Соответственно, а мы привыкли делать классные и качественные. Соответственно, нам нужно порваться, но найти ему этого медведя бурого или волка. Я виден в виде сотрудника. И мы прямо под клиента находили. А потом мы видим уже… Я так понимаю, подоплаченный счет вы находили. Но еще не подоплаченный, он мог еще быть неоплаченный. У нас были такие проколы, когда мы брали с человека и брали человека в Штаты, да, и потом контракт. Но это риски, куда от них. Да, но грубо говоря, надо просто брать хороших людей, чтобы… Ну если что, вернете деньги. Да. Главное выставить счет, получить деньги и под него найти исполнителей. Не было у них моральных проблем. Я вообще, мне кажется, они как моральную проблему это не рассматривают. У меня тоже не было моральных проблем. Но немножко по другой причине. Получилось так, что с 97-го года тоже, как вот ребята говорили, что начинали с дизайнеров, я начинал сразу со всего. Я был и бренд-менеджером там, и знакомым начинал, и дизайн, и все, что… сайт, и все остальное. В 2003 году я одним из первых продвигал уже сайты, у меня позиции занимали там, и поэтому как-то само собой все получалось, что, в общем-то, моральных проблем не возникало. Ну действительно, то, что нужно было клиентам, это и реализовывали. Пришли знакомые, говорят, нам надо то-то, то-то, то-то. Ну окей, ладно, сделаю. Я вопросик еще один спрошу у них. Коллеги, вот дайте мне совет как директору. У меня есть сотрудник. Ну вот вроде неплохой, но так заставить работать толком не получается. И только я начинаю себя нагнетать, прям уже такой, ну сейчас я… и он раз-раз и начинает работать. И я опять… и так уже лет… не знаю, много. Что мне делать, уволить его или нет? У нас есть удивительный сотрудник. Может он далеко? Я готов, но они… Чуть громче таковато. Удивительный сотрудник есть у нас. Слышно, да? Да-да. Если его сильно напугать, он начинает работать… Причем он менеджер по продажам, ладно бы производство, он менеджер по продажам, и если напугать… Ну было по разу, что директор по продажам ему говорил, что дружище, вот что-то у тебя не очень хорошо все, три месяца у тебя испытательный срок. Показываешь результаты, остаешься? Нет-нет. И вот он такими спринтами, он живет уже несколько лет. И при этом сейчас он один из лучших, наверное, действительно. То есть мне не увольнять его, а пугать? Нет, надо найти к нему подход. На кого-то действует такое, на кого-то другое. Да я уже пять лет ищу. Ну, есть, есть сложно. Нет, ну надо пробовать разные. Окей, значит не увольнять. Еще один другой стол тогда нужен, я так понимаю, да, по этому сотруднику. Нет-нет. Ну, ваше мнение. Вы что, не было такого случая? Что делали? В смысле, его пинать надо? О, мне-то что-то отказывается. Да вот попинаю, попинаю, начинает работать. Чуть-чуть отвлекся от пинания, и все, опять. Ну, не знаю, я бы, наверное, разговаривала бы просто без микрофона. Нет-нет, нам микрофон нужен, дайте. Серега, ты нам обещал. Нет, на самом деле не мы странно говорим, он странно себя ведет. Микрофон? Согласен. Нет, на самом деле с сотрудникам все равно же надо разговаривать. Почему так? Человек же что-то отвечает на это. Потому что если ему работа не нравится, значит, надо, если вам он прям так нравится, он классный как бы спец. Никто мне не даст совет, уволь его. Так нет, вот я говорю поговорить с ним, почему так происходит. Если он скажет, не знаю, да не, я нормально работаю. То есть ты считаешь, что его мотивация может измениться? Да почему мотивация? Может, для него это нормальная работа. Может, у него говоришь, что так работать – это правильно, и ничего с этим не пойдешь. Если он даст такой ответ. Хорошо, если это его так, то увольняем? Ну, то друг, да, у нас другие ценности в компании. К сожалению, нам нужно быстрее, резвее, звонче, я не знаю, что угодно. Я просто произнесла речь при увольнении. Ну да. Подписывая заявление. Нам нужно быстрее, звонче, спасибо, вы свободны. А если он классный… Сколько лет ты будешь мучиться? Слушайте, ну на самом деле, если правду говорить, я мученик. Мученик. Ну, в смысле, я долго буду мучиться. Окей. Я слишком добрая, если правду. Ну, если правду, то мы тоже такие мученики, что маму и Гарри. Да что такое? У нас вот это очень большая головная боль, мы не умеем увольнять, до сих пор не научились. То есть у нас проблема найти человека. Я нашел ваше слабое место. Да. И ваше. А потом нам никак от него не избавиться. Пока он либо сам не умеет. Максим, Никита. Мне кажется, действительно у всех слабое место, потому что никто не умеет правильно увольнять. И всем кажется, что они там жизнь ломают человеку, что… Что такое правильно? Красиво? В тот момент, когда чувствуешь, что пора уволить, вот подойти и уволить. Вот прозвучало, что там себя ходишь, накручиваешь, 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 в какой-то момент подходишь, вроде как готов увольнять. Ну, по идее же, немножко не так должно быть, да. Вроде как почувствовал, что надо уволить, подошел, уволил. Вот, но мы не умеем так делать. Да, вот. Раз и пристрелил слабого. Всего пару раз в жизни просто увольнял. Чувствую, Никита так улыбается, загадочно. Он, мне кажется, их с горы спускает, с черной. Он никого не увольняет, он просто… Окей, завтра едем в отпуск. А что вы думаете, он 15 раз отдыхает в год? У нового сотрудника и в отпуск? Ну, не знаю, вот про эту ситуацию я, наверное, немножко позанудствую. Мне кажется, что немножко странно, если вдруг оказывается, что сотрудник там, у него падает эффективность. Может быть, был какой-то акт делегирования, и отсутствовал промежуточный контроль, и только на финальном контроле оказалось, что есть какой-то провал, а в середине ничего не происходило. Это первое. Второе. Ну, в целом система матрицы, в которой человек находится, построена неверно. То есть у него там могут неопределены быть должностные инструкции, культура. То есть я сам виноват? Я уже пять лет об этом думаю. Мне нужны которые сами умеют. Ну, нет, нет. Ну, мне кажется, что это все-таки вина руководителя, как правило. Окей, я ко всем вопросом. Ну, а если корпоративная среда в целом такая, что он не единственный, там не было сказано, что вокруг все делают хорошо. Если это некая традиция, в которую он попал, будучи вполне профессиональным человеком, и он просто начал вести себя, как все вокруг. Или, может быть, там есть какой-то локальный руководитель отдела, который, например, систематически забывает проверить у него результат в середине, и человек начинает, опять же, копировать его поведение и не выполнять свои обязанности. Прям чувствуется HR, да? Прям очень системно. Вот несколько лет назад выступал кто-то из ООО «Продвижение» и рассказывал, как у них устроена система. Это был красивый. У меня есть видео. Пересматриваешь. Конечно. Перед увольнением. Конечно, там идет обратный отсчет, сколько и, соответственно, денег… Слушай, но он все с фаном делал. Он все делал в удовольствие. Ну тогда, я правда не знаю, где он сейчас, но вот система была красивая. Кстати, у него все цветет, мы иногда с ним болтаем там в Фейсбуке. Все просто супер. Женя, да. У тебя уже бренды? Я, честно говоря, не знаю. Я сбился со счета, сколько у него детей. Вот в этом у него вообще получается просто супер. Так. Можно еще вопрос личный? Я не успел задать. Да, пожалуйста. Какие у вас хобби? Спорт, понятно, но что-то другое там. Кстати, это вот правильный вопрос. У вас единственное хобби – бизнес? Я уже говорил, по-моему, где-то. У меня хобби – изучение иностранных языков. Сколько знаете? Ну, шестой сейчас учу. Немного, пока я недавно начал. И старенький уже, уже мозги не те, в общем-то. Не так хорошо идет, как хотелось бы. Вот это такое развлечение. Ну и психология. По психологии мы попали. Я тоже. Но это, мне кажется, очень свойственно всем руководить. А когда вы говорите психологию, вы что имеете в виду? Ну, это значит отсутствие высшего образования по этой теме. Ну, не профессиональный психолог. Ну, а в целом случае, просто я с 12 лет увлекалась этой темой. Ну, как-то очень, кстати, помогает в работе. Вообще просто идеально. И как HR-ство, и как на встречах, на пресейлах. То есть много чего. Вот о чем мы, о хобби. А, ну, у меня такое, цветочки, наверное, флористика, рисование. То есть вот такое, девичье. Иногда бывает на интерьер. Не ожидал. Что именно? Не ожидал цветочки, флористика, интерьеры. Я думал, у тебя какой-нибудь такой... Какой, станок? Стрельба там что-нибудь. А, стрельба. Нет, стрелять я очень люблю. Я просто хорошо стреляю. Но я очень делаю это редко. Почему хорошо, не знаю. Никогда не училась. Ну, вот. Все. У вас, коллеги, хобби есть? Ну, у меня такое немножко странное хобби. Мне нравится делать всякие интерьерные предметы. Причем из всяческих старых странных вещей менять их назначение буквально. Ну, в общем, найти какой-нибудь старый плафон и сделать из него роскошную люстру. Причем такую, чтобы она выглядела как коммерчески крутым продуктом, как будто бы его купили в каком-то магазине. И у меня и дома, и в офисе очень много таких странных предметов. Ну, вот как-то так. Не обязательно отвечать. У меня есть хобби. Это не хобби. Пеший туризм. Прекрасный пеший туризм, когда уезжаешь когда-нибудь далеко от цивилизации и пошел с палаткой. Сколько километров за день максимум? Порядка 30. Нумизматика. У нас вопросы еще? И все в Google. Раз, раз, раз. Пожалуйста. Да, я хотел бы развить вопрос про услуги. Вот какой у вас локомотив прибыли в 2015 году? Вот одним словом, какая услуга? Ну или не услуга? Ну нет, вы определитесь уже. Вы что хотели спросить? Хватает ли им денег? Нет. Какой у них локомотив прибыли в 2015 году? На чем больше всего зарабатываете? Да. Окей. На чем больше всего зарабатываете? Никита решил не рассказывать. У нас по-прежнему SEO, локомотив. Причем такой мощный. Ну из таких наиболее мощных, быстро развивается, это контекст. Ну и все его подразновидности, которых сейчас миллион. Вот они просто сейчас опережающими темпами. Ну у нас как было, так и осталась. Всегда флагман разработка, да. То есть крупная разработка, но основная прибыльность от нее. Так, ну у нас по веб-части, вот даже, наверное, с детализацией по услугам, по этапам работы, это производство контента для сайтов и проектная работа по сайтам. По рекламе, в целом, весь рекламный отдел в этом году, ну вот как-то несмотря на всяческие кризисные явления, там очень хорошо идут все процессы. Вот. Ну вот, наверное, да. Реклама плюс проектная работа по сайтам. А мы входим в те несколько процентов, которые внедряют Bittrex 24, и это идет хорошо. Максим? Ну у нас тоже Bittrex 24, это разработка и сопровождение. Ну, в основном коробочные только. Половина. Кстати, очень разные, совершенно разные статьи доходов. Пожалуйста, опрос. Расскажите, пожалуйста, про ваше доп. Образование, MBA, дало ли это что-то? Или, может быть, какие-то тренинги посоветуете и порекомендуете коллегам? Кстати, да. Куда сходить поучиться, чтобы от этого была польза? Ну, Труцкая школа управления, где я MBA учился. Собственно, почему я пошел на MBA, надо упомянуть Котарева, наверное, потому что все время мы с ним вели переговоры на одну щекотливую тему. И я смотрю, там, MBA кончил человек, и общаемся, но вижу, что уровень очень приличный. Думаю, дай пойду. Пошел. И действительно, ну, скачок. То есть скачок и в понимании, и в развитии, и в понимании и бизнеса, и структуры, и организации, и развития. Действительно, очень большая разница. Ну, и сами они там на MBA, они тоже друг на друга смотрят, говорят, что MBA всегда видно по системному подходу, по системному видению. Это очень большая разница. Ну, и что еще сильно помогло, это психология. Действительно, все общение в коллективе, построение отношений с подчиненными, с руководителями, вся вообще структура очень сильно помогает. Ну, у меня первое образование экономика, второе у меня дизайн, магистратура дизайна, а потом я пошел на президентскую программу. Это, в принципе, не MBA, но очень близко к этому, то есть это полтора года, и это была бесплатная программа. Не знаю, платная она сейчас, не платная, но вот я, кстати, вот если она есть, я бы рекомендовала, потому что помимо того, что я в политехе училась, очень хороший уровень, еще очень много интересных людей. То есть там руководители таких очень крупных компаний собираются и… Нетворкинг. А? Нетворкинг. Да, такой нетворкинг. Я могу сказать, что очень много нового, свежего. Это было 2007 год, наверное, я прошла, просто я потом перекрестила, что я больше не буду учиться, что-то у меня много было образований подряд. Ну вот. И вот я могу сказать, что это очень круто, и поэтому, да, MBA, президентская, мне кажется, такие вещи нужны. Можно я дополню? Раз-раз. Не продлили программу в этом году. Не продлили. Я ее ждал, ждал. А бесплатно она, кстати? Я звонил на прошлой неделе. На прошлой неделе с ней общался, он говорит, нет, сзади. Ну, кстати, я рекомендую или Финек, или политех. Вот там классные преподаватели. Так, ну, я в последнее время вкладываюсь больше всего в английский всеми возможными способами, но в целом я не люблю, когда меня кто-то учит и предпочитаю сам. Ну, то есть я считаю, что образование изменилось и стараюсь читать, проходить курсы на курсере, но за последнее время вот так, чтобы пойти куда-то учиться, такого не было. А что? Что по предмету? В смысле предмету? Английский, да. Что еще? Маркетинг, управление, разные направления дизайна. Ну, то есть выбираю там на год курсы на курсере и других системах и периодически их изучаю. И опять же, все равно это связано с английским, потому что, ну, вот все подвязано к английскому. Это связано как раз с провалом в институтском образовании, что не удалось выучить язык, и сейчас приходится очень сильно это все наверстывать. Да, вспомнила просто. Мне есть недавно ссылочку кинули. Я такое видела только на Западе. Короче, абсолютно бесплатное, второе выше, там другие образования. В общем, у нас есть какая-то программа сейчас в России, совсем недавно появилась, что люди дистанционно могут получить бесплатное образование. Я не знаю, может, все знают, это только я узнала. Я, если честно, удивилась просто. И там любые, как бы, любые дисциплины, да, сейчас их еще там не так много, но уже интересные. То есть вот я просто всем рекомендую, просто даже сама заинтересовалась, потому что мне уже пора, мне кажется. Мне уже интересно что-нибудь, да. Я уже готова. А сейчас можно не отвечать? Да. Кроме одного вышивого больше ничего нет. Ну, у меня такая же позиция, как у Никиты, и тоже английский, и тоже управление, только самообучение. И я не хожу, никуда и не смотрю, хотя вот вроде как, может быть, и надо, но не готов на это тратить время, потому что, мне кажется, проще и уже доступнее самообразование. А у меня есть вопрос по второй болевой точке, вот кроме там уволить, не уволить сотрудника, вопрос делегирования. Ну, я надеюсь, что поскольку там за плечами уже много, вы его для себя каким-то образом решили, может быть, что стало толчком, и как вы к этому пришли, как научились отдавать задачи? Или это вообще не проблема? Ну, в какой-то момент, когда ты завален задачами, понимаешь, что у тебя просто нет на все это время, тебе, к минимуму, приходится делегировать. Ну, и понятное дело, что там, будучи руководителем, так или иначе думаешь о том, что это необходимо, и то, что так намного эффективнее, плюс у тебя там есть штат сотрудников, которые тоже должны чего-то делать, кроме тебя, правильно? Если ты будешь брать все на себя, как-то это не совсем правильно. Ну, у меня до сих пор не всегда получается. Мне иногда хочется самому что-то сделать. И когда я уже понимаю, что я уже, если я сейчас буду сам делать, я это там буду делать, и тогда не смогу сделать вот это. Ну, это какое-то такое внутри, меня начинает как-то перещелкивать, и уже сам себя за руку хватаешь. Я не знаю, как к этому пришел. Просто со временем. Просто со временем. Наверное, это просто как некая осознанность, и все. Она наступает, и все. И ты понимаешь, что даже несмотря на то, что задача будет решена хуже, дольше, и, может быть, даже неправильно, лучше ее сделегировать. Ну, мне кажется, что это там в самом начале все происходит. Появляется первый сотрудник, все, начинается делегирование. Потом чуть усложняется, потому что нужно уже передавать кому-то управляющие функции. Но для меня очень был интересный переломный момент, когда я передавал функции арт-директора. Когда появился арт-директор, который стал… Это был, наверное, первый раз, когда человек делал работу на порядок уже лучше, чем я сам. И после этого все стало строиться достаточно легко и свободно. Но есть тут история, к сожалению, с обратным делегированием. Вот сейчас она у нас часто срабатывает, потому что есть некоторые незакрытые, например, зоны. Например, мы не можем найти пиарщика. У нас есть такая проблема. Пять уже было. И эти задачи, например, они постоянно ко мне возвращаются, ведет той самой обезьяны, которую подсаживают на плечо, и она там сидит, не хочет уходить. То есть некоторые задачи не удается сбросить. Ну, а в целом, мне кажется, эта проблема уходит на первых этапах развития организации с первыми сотрудниками. Либо она всегда остается. Я считаю, что делегирование – это вообще постоянный какой-то процесс. Но особенно если понимать, что ты в компании можешь заниматься не всегда одними и теми же вещами. Но у меня лампочка загорается, когда мне слишком тяжело. Я понимаю, что я это уже не тяну. И даже не эта лампочка. Даже когда я вижу, что корабль уже непонятно, куда плывет. Как-то он чуть-чуть задрифил. И вот все, я понимаю. Значит, надо все лишнее с себя скинуть. И плевать, как они это сделают. Главное, чтобы корабль шел правильно. Ну, какая-то такая точка, наверное. У меня с делегированием долгие и сложные отношения. Потому что там у нас, получается, я перфекционист. И еще несколько человек из рукодечия стала тоже перфекциониста. И найти людей уровня достаточно, чтобы они на этом же уровне могли делать то, что ты хочешь, но не всегда получается. И еще проблема, что из-за того, что все время растем, и все время больше, больше, выше, выше поднимаемся, растем не в смысле денег, растем в смысле уровня развития. И получается, что все более сложные задачи появляются в каждый момент. И найти на каждом этапе человека, который готов сразу подхватить на высоком уровне, делать то, что надо, вот с этим большая проблема. Поэтому вот эти несколько человек, которые у нас там реально в высоком уровне, они, конечно, перегружены. У вас полномочия надо отбирать или вы их отдаете, впихиваете? Да я их мучительно пытаюсь отдавать, но получается, что те люди, которым я мог бы их отдать, кто может это выполнять, он тоже уже перегружен, и у него своего хватает. И вот реально сейчас мы занимаемся тем, что мы постепенно привлекаем людей высокого уровня. Рынок Петербурга, получается, уже очень маленький для нас становится. То есть буквально одна-две кандидатуры на какие-то должности, которые реально могут соответствовать уровню. И вот это сейчас тоже проблема большая. Вот это, да, это сложность. Давайте последний вопрос. У меня вопрос может быть больше лично, чем про бизнес, хотя это где-то. Какую пользу вы создаете? Как видите вообще? На самом деле, да, это такой распространенный вопрос к людям, которые так или иначе работают в рекламе. Почти все, что мы создаем, оно связано с рекламой. Это либо инструменты, либо какие-то процессные вещи. Ну, и часто бывают, ну, фактически нападки, да, там, рекламщики, хипстеры, вы ничего не создаете. Но на самом деле очевидно, что вот рекламный этап – это цикл технологий выпуска продукта, и без него, ну, продукты просто не выходят на рынок или выходят неэффективно. В советский период времени маркетинга не было, и, соответственно, был… В какой-то момент все предприятия оказались неожиданно беспомощны на рынке. Вот мы делаем так, чтобы этого больше не повторилось. Мне кажется, вот в этом вся польза. Мы помогаем компаниям быть конкурентоспособными. Спасибо, очень круто. У меня отчасти похожая история будет, что две вещи большие, которые мы, наверное, делаем. Первое – это мы действительно помогаем компаниям развиваться. У нас есть примеры, где там по 12-13 лет мы работаем, и люди начинали там с комнатки, вдвоем с братом сидели, а сейчас у них там компания одна из крупнейших в стране. И, собственно, мы их ввели вот до самого начала. Ну и второе, что действительно наш коллектив и то, насколько там кайфово работать, и, собственно, все, что оттуда потом выходит к ним, в семьи, к друзьям и так далее. То есть я считаю, что это большое дело, которое тоже мы делаем. Потому что действительно люди делают мир чуть-чуть лучше каждый день. Это одна из наших ценностей, мы тоже следуем этому. Максим. Сейчас, Ир. Ну, у нас есть небольшая идеология в компании. Мы всегда стараемся… Ну, все то же самое про эффективность и прочее. Но когда к нам приходит клиент с какой-то задачей, мы всегда стараемся ее решить так, чтобы можно ее было потом тиражировать. И мы всегда клиенту, например, говорим, что смотрите, мы можем сделать какую-то специальную разработку только под вас. Либо, если хотите, мы можем сделать разработку и тиражировать ее. и получить некий фидбэк с рынка, соответственно, улучшить ее, и она в том числе вернется к вам. То есть мы пытаемся, скажем так, как-то реплицировать боль клиента, не знаю, до тиражного продукта, с которого потом обратно получить некий профит и мы, и клиент. Я, конечно, извиняюсь, но вы с нами все говорите сейчас про что-то типа PC-компании. Я говорю про мокер-компанию. А вы, я говорю, пари. Ну, вы сказали вы. Мы же не… Ну, на что вас? Я не говорю. А я, кстати, допускаю, что оно неразделимо. Возможно. Каждый человек. Ну, давай, не будем подсказывать им с ответами. Ситуация усложнилась, Иван. А я буду в тренде. Мы помогаем, действительно, мы занимаемся автоматизацией, там различной автоматизацией, там интеграцией и прочее. Ну, соответственно, компании, которые к нам обращаются, мы помогаем там и прибыль повышать, и сдержки сокращать. На нестабильном рынке это вообще очень важно, этим на это обращать внимание. Мы чувствуем удовлетворенность от проделанной работы. Я правильно понимаю, что нужно уточнить вопрос, в чем польза именно руководителя, да? Или компании? Наверное, вопрос. Задаетесь ли вы сами лично для себя вопросом, какую пользу вы приносите в мир? Тоже, что я компания. То есть ответы работают. Через компанию. Через компанию. Окей. Ну, я могу сказать, что по поводу, если вот как компания, то это, понятно, близко очень у нас у всех, развиваем бизнесы. Одно дело, когда приходят крупные бренды, там все понятно, мы их улучшаем, оптимизируем и так далее, да? А когда приходят маленькие бренды, правда, вот из двух человек, это просто безумно приятно смотреть, когда там через 3-4 года там уже 100-200 человек, и они лидеры в какой-то отрасли. А мы были с ними на старте. У нас есть, не хочу их называть, но есть таких где-то 4 примера. Я вчера как раз смотрела. А помимо личного, что там личное, в чем ценность именно человека, что ли, вот как бы. А я не знаю, у меня это, кстати, не всегда с работы. Я вот, к примеру, могу, не знаю, с человеком поговорить, ну вот как-то так поговорить, а он мне потом такое большое спасибо, говорит, это стоит вообще дорого, вот то, что ты со мной поговорила. Говорит, я коучеру 20 штук за это плачу. Ну вот как бы, иногда мне кажется, ну вот что-то вот если про меня, да, вот лично, то, наверное, это вот забота и любовь. Я бы у себя, как у девочки, вот это назвала. Ну вот, это мое личное. Максим? Психологу передали. Хорошо, не психу. Ну, я бы сказал так, что с нескольких сторон. Вот можно привести пример, что несколько человек в Петербурге, там личности, несколько человек, они подняли, во-первых, специю с нуля. Да, ну люди, ну ситуация, думаю, что это, что было три года назад, что вообще никто не знал, не видел, вообще там никто ничего не слышал. Вот, а сейчас, ну я думаю, что очень хорошо друг друга знают. Вот, и это чему помогает? Это развивает общий рынок агентств, развивает, ну вообще поднимает уровень и клиентов, и сотрудников агентств. Вот те же самые круглые столы и руководители, которые мы проводим, там действительно тоже идет общение очень хорошее. Приходите, если что. Там кайфово. Вот, то есть одно направление, это именно развитие, поднятие уровня определенного какой-то. Это, в общем-то, может несколько человек, которые действительно двигают. Но вот Никита среди них, кто, собственно, всю эту тему поднимал изначально. Это большое дело, я считаю. Вот, потом то, что эти люди несут в свою компанию. Опять же, ну и отчасти с тем, что связано, это там определенное добро, уважение к людям, любовь определенная к своим сотрудникам, атмосфера, это тоже, оно никуда не девается, оно распространяется дальше. Ну, тоже думаю, что можно нас привести какой-то пример. Ну, а дальше все, что касается уже работы, там все понятно. Максим. Ну, я подумал, лично я, наверное, несу некую просветительскую деятельность. Мне нравится преподавать, и я люблю обучать как сотрудников, так и некоторых там партнеров и коллег. И мы сейчас, может быть, будем пытаться с помощью еще образовательного центра это делать. Вот лично я вижу там, как бы, такой вклад свой личный. Можно я еще добавлю еще один маленький социальный смысл, вот всей этой истории, особенно веб-изработке. Дело в том, что это самая такая малая и простая форма IT, ну, в базовой версии, да, простые, там, средние сайты. И через эту область очень много людей, в принципе, приходят во взрослую профессиональную жизнь. То есть огромное количество студентов, огромное количество айтишников, менеджеров, которые уходят потом в совершенно разные компании, они входят через эту историю. И, в принципе, вот вся вот эта прослойка, я называю это мелко айтишные компании для себя. Они, мне кажется, являются точкой входа для, ну, прослойка между вузом и какими-то более сложными рынками. И мне кажется, в этом есть определенный смысл. И долгое время мы занимались тем, что пытались помогать студентам пройти через этот уровень. и работали с разными вузами, там, это и наша компания, и другие компании, вот, из специй. Мы занимались тем, что ездили по вузам и профориентировали, рассказывали людям о разных профессиях разных, в рекламе, в дизайне, в менеджменте. И пытались помочь им, пытались доделать работу за вузами и выполнить именно профориентацию. Коллеги, это очень необычный был круглый стол. К сожалению, у нас уже нет времени. Это был очень необычный круглый стол. Вы вообще были удивительно искренними. Я вообще рад, что получился такой формат стола. Я, наверное, в завершении хотел бы сказать, что удивительно, от директора действительно очень много зависит компания. Его внутреннее настроение, его внутренняя мотивация, усталость, понимание смысла, для чего он создает, во многом управляет вообще компанией, как таковой, отношениями. Люди не случайно собираются. Некоторые обязательно начинают с гор кататься, кто-то начинает меняться. Но на самом деле от вас очень много зависит. И в качестве завершения я хотел бы пожелать вам всем всегда такой фантастической мотивации, чтобы у вас было настроение, вы утром вставали и вообще с таким удовольствием приезжали на работу и заряжали вообще всех. Спасибо вам большое за такие замечательные ответы. Мы завершаем партнерскую конференцию. У нас сейчас будет время и возможность пообщаться, поужинать, поговорить. И как раз получить заряд. И продолжить дальше обмен, в том числе искренними мнениями. Спасибо. 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 Спасибо.